коллеги доброе утро а сегодня у нас 25 ноября 2014 года вторник мы начинаем на видеопортале трейдер view trade tv нашу утреннюю передачу торговый план и начинаем мы передачу с обзора который нам присылает томс на рейдер и сегодня обзор называется рынки ждут решения опек вот какие новости в штате миссури жюри присяжных проголосовала против обвинения белого полицейского за расстрел в августе безоружного чернокожего подростка и это вызвало беспорядки снова в городе фердисон министерство финансов российской федерации может вернуться в 2015 году комиссии государственных каркаточных облигаций чтобы иметь под рукой запасной вариант для покрытия кассовых разрывов бюджете возможно кассовых разрывов бюджета глава банка японии курода во вторник подчеркнул готовность регулятора к дальнейшему расширению стимулов вот это такие основные новости теперь корпоративные новости сегодня северсталь закрывает дивидендный реестр мтс отчитывается по юс габ за третий квартал четырнадцатого года вот и банк возрождение представит отчетность по мсо мсфо за девять месяцев четырнадцатого года также стать нет на совете директоров рассмотрит вопрос о бюджете и инвестициях на пятнадцатый год теперь данные макроэкономические данные которые сегодня выходят в 10 часов ввп германии очень важные данные сша по 16 30 ввп сша расходы на личное потребление и уровень доверия потребителей это что касается данных по макроэкономике сегодня рынок акций рэв по итогам торгов понедельника закрылся смешанной динамикой на укрепление рубля при двери заседания опек индекс ртс вырос на 1.6 процента индекс ммвб снизился на 0.6 процент рубль показал мощный внутридневной рост на торгах понедельника при двери оставшихся крупных ноябрьских налогов сместивших баланс в сторону продавцов валюты в условиях тонкого рынка после ухода с него центрального банка акции еврозоны выросли в понедельник на ожиданиях монетарного стимулирования положительные экономические данные германии повысили настроение инвесторов индекс дакс поднялся на пол процента путь систо снизился на треть процента американские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне надежды на то что китай предпринят дальнейшее действие по смещению денежно-кредитной политики если это будет необходимо в это время как трейд то время как трейдеры сфокусировали свое внимание на сделках по слиянию и объем торгов был ниже среднего утром в четверг на азиатских торгах наблюдается восходящая динамика на 8.40 по московскому времени индекс никеи растет на 0.34 процента фьючерсный контракт сорта бренд теряет одну десятую процента находится вблизи уровня 79 долларов 60 центов за баррель и вот краткий итог который подводит томсен рейтер внешний фонд перед открытием торгов на российских фондовых площадках выглядит нейтрально смешанная динамика индексов европе без четких сигналов Америка и Азии сегодня и инвесторы ждут данных ПВП а также они ожидают каких-то сигналов по поводу предстоящей встречи ОПЕК в четверг 27 ноября вот ну и я хочу еще уточнить новость которую я уже озвучил по поводу по поводу решения центрального банка возврате ВКО государственных катастрофичных облигаций по мнению банка России вот такая мотивировка это снизит влияние бюджетных потоков на банковскую ликвидность а в Минфине считают что с помощью этих ценных бумаг ведомство будет закрывать кассовые разрывы бюджета которые могут возникнуть из-за снижения доходов от нефти вот коллеги видите вот за такими казалось бы вот таким наукообразными формулировками на самом деле и скрывается видимо страх страх который сейчас есть и в банке России и в Минфине по поводу вот того что цены на нефть а тут и наверное весь еще и тема санкций ну я думаю что вот мой коллега Игорь Судальцев немножко подробнее на эту тему скажет я сейчас ему передаю слово Игорь спасибо Владимир но я вижу я стал таким специалистом по неприятностям ну почему если бы был новостной фонд другой мы бы мы были бы специалистами по приятностям я согласен вот но к сожалению да действительно то что дк возвращается вызывает очень плохие ассоциации потому что именно из-за них 17 в области 1998 года вот уже сколько 16 лет назад обрушилась финансовая система России произошел дефолт закрылись крупнейшие банки и поэтому как бы да тут эти риски как вероятность негативного исхода надо учитывать то что государству пришлось прибегнуть все-таки к такой непопулярной мере которая вызывает тревогу это говорит о том что действительно кассовый разрыв произошел санкции против России они добились своей цели если его и сша и несанкционное действие скажем так подковерное санкционное действие не объявленная санкция снижение нефтиц вот так сказать сочетание с объявленными санкциями цель достигнута и даже то что вообще минфин произносит слова кассовый разрыв это само по себе имеет несет негативный оттенок поэтому на мой взгляд сегодня конечно начало дня будет находится в зоне негативного информационного поля и я бы советовал всем риск-менеджером учитывать это обстоятельство ну что ж коллеги давайте посмотрим как мы закончили вчера вчера был отличный день у нас значит цифры перед открытием такие у нас индекс ммвб правда единственный снизился но на 0,6 процента не катастрофа тем более что общий уровень очень высокий остается 1529 индекс ртс укрепился на 1,6 процента до уровня 1076 на валютном рынке также был вчера праздник большой всех поздравляю сторонников сильного рубля всех кто стоит в ланге по рублю а вчера мы закрылись на укрепились на 0,7 процента и к доллару достигли уровня 44 99 очень хорошо что мы зафиксировались ниже 45 и евро рубль мы зафиксировались на уровне 55 93 также ниже 56 что тоже дает какую-то основу о каких-то хороших мыслях развитию сегодняшнего дня по рублю ну что коллеги давайте сейчас мы перейдем к нашей монете затем гостям наша монета как обычно имеет две стороны баре сел вам нужно загадать тот финансовый инструмент которым вы будете торговать сегодня и монета подскажет вам направление сделки бай или селл бросаем монету ловим владимир как вы думаете сегодня будет селл давайте смотреть владимир вы третий раз подряд угадывайте направление рынка направлением и даже монеты эти уровень какой предвидения это точно вы выходите в астрал в зону признания и как вы снимаете эту информацию вселенная вам подсказывает и так владимир попов и монета подсказывает нам селл давайте послушаем другие гостей какое у них мнение сегодня у нас вторник день акционов слова илье коровину известному опционному трейдеру из калининграда илья доброе утро мы если секундочку слушаем вас или доброе утро еще раз доброе утро слышно меня хорошо отлично будем надеяться что сегодня все будет работать картинка моя тоже будет показываться ну что господа и вас поздравляю то о чем так долго говорить большие кислоты совершилось до рост у нас наконец мы на этот рост ставим с конца примерно сентября ставили мы на него постоянно коллспредами пропорциональными все это время то что нам приходилось делать это грубо говоря не потерять поскольку все-таки коллспред это направленный вверх позиции рынок падал нам это удалось на последнюю неделю когда после раз мы включались у нас плавающий убыток был четыре процента и мы ждали что как только начнется рост наконец-то мы будем отбивать этот убыток ну в общем то что и произошло естественно не только отбивать убыток коллспреда это очень прибыльные позиции когда рынок растет таким образом тот рост который произошел за эту неделю сейчас я покажу что он нам принес открываем наши графики сейчас они появятся вот таким образом наш коллспред выглядит на данный момент мы помним что у нас на декабрьских контрактах у нас 50 опционных колл тысячных куплено со страйком 1000 и 250 пятикратном размере 115 опционных колл у нас продано риск по этой позиции мы заказывали 8 процентов от модельного портфеля миллион рублей то есть 80 тысяч рублей максимальный риск по этой позиции случай падения у нас составлял на данный момент по закрытию вчерашнего дня накопленная прибыль по этой позиции 138 тысяч рублей то есть от модельного портфеля это 14 процентов по декабрь поскольку мы на предыдущем падении потеряли 4 процента таким образом в данный момент общая прибыль по всей нашей истории коллспреда плюс 10 процентов напоминаю что первоначально мы стали строить коллспреды с уровня 116 тысяч по ртс сейчас он 106 то есть рынок упал на 10 процентов а мы за это время заработали 10 процентов это вот работа опционов нелинейного рынка что можно зарабатывать таким образом нападение рынок тебе не как забить не может а футболе вы знаете да не забивают тебе потом начинаешь забивать ты неизбежно рано или поздно развернулся наверх это произошло и в итоге мы сразу же вышли в зону прибыли моментально по всем нашим предыдущим действиям значит это хорошие новости да какие новости но плохих новостей у нас нет пока и быть не может но осторожность нужно проявлять в каком случае это у нас коллспред поэтому мы помним что у нас есть верхний край выше которого наша прибыль может начать снижаться это край 115 сейчас я немножко подвину чтобы было видно вот на уровне 115 видите излом прибыли и потом наша прибыль начнет снижаться это если к экспирации все рассматривать 15 декабря то есть если мы за это время до 15 декабря рост будет настолько сильный что мы подойдем в зоне 115 начнем ее превышать у нас по портфелю потенциально могут появиться риски потеряем их все нашу прибыль на данный момент если рынок будет выше 118 то есть ну еще 11 тысяч запасов хода естественно мы пока себя чувствуем очень комфортно но на рынке может произойти все что угодно рост может быть очень резким поэтому мы должны смотреть за дельтой то есть по мере роста рынка мы должны потихоньку потихоньку либо сокращать наши проданные колы 115 чтобы не выйти вот в эту вот опасную зону либо другим образом нейтрали дельту но самый простой способ покупать фьючерсы по ходу движения и давайте сегодня поскольку у нас уже прибыль есть все хорошо и более того на 7 но на 6000 пунктов рынок у нас вырос давайте сегодня начнем немножко осторожничать и нейтрали дельту я предлагаю сегодня купить с открытия сразу там тени получаса 5 фьючерсов докупаем к этой нашей позиции к этому нашему профилю сейчас я покажу что у нас получится вот возникает второй график для сравнения видите он зеленого цвета чтобы у нас будет происходить по мере роста наша покупка пяти фьючерсов она у нас чуть-чуть увеличивает нам прибыль по мере роста и соответственно уменьшает нам убытки по мере дальнейшего падения и зона риска у нас отодвигается немножко наверх если мы планомерно по мере роста будем вот по чуть-чуть покупать фьючерсы аккуратного очень то таким образом мы можем нейтрализовать буквально все наши риски наверху ну или часть их в принципе все риски не производить не нужно если мы отодвинем край до 120 края нашего риска состава 17 я думаю это будет достаточно я конечно думаю все что угодно но пока мне не видится рост выше там 120 на стоматике декабря ну по ходу посмотрим поэтому графики пока убираем вот но если что хочу сказать быстренько когда по предыдущей теме чуть-чуть хочу похвастаться была конференция h2t и экзанты если помните в субботу позапрошлую на самом пике валютного вот этого выстрела когда в пятницу было все очень плохо доллар там долбился в 48 и все говорили про 50 нас просили на конференции спикеров что вы ждете по рублю я сказал что я жду отката в районе 42-44 и на этих ценах нам надолго я сказал рынок ну замрет валютный у нас опять и мы войдем такую долговременную спячку на новую гостинику хуже 42-44 я называл фактически 44 мы уже можно сказать видим то есть уже 1 1 цель моего прогноза рынок подошел но собственно на этом мы по большому счету и заработали на индекс ртс сейчас индекс ртс вырос вот во многом за счет того что укрепился рубль пересчет через доллар или так что в общем все нормально все спокойно все достаточно пока прогнозируемо у нас происходит я как всегда пытаюсь какую-то оптимизма добавить нет я кстати свидетель я был на этой конференции я еще обратил внимание что вы так смело все бились в истерике о том что доллар рубль 50 это правда идут выходит ли я коровина говорит что нет коллеги будет 42 44 все так отметили что ну с чего как бы друг ну вот пожалуйста с чего рынок он все все работают понятно и минфин и банк россии понятно что никто не бросил эту ситуацию все стараются что-то сделать не всегда получается понятно ну старается очевидно илья а я насколько я понял основная идея прозвучавшая что сегодня докупаем фьючерсы на индекс ртс ну можно просто сказать зарабатываем на росте у нас в прошлый раз была значит заголовка зарабатываем на стоянии тогда мы заработали два процента в этот раз мы зарабатываем на росте наконец то можно так зарабатываем наконец то Можно так, наконец-то зарабатываем на индексе, на росте, да? Ну, можно, да, можно сказать. Чтобы выплеснуть нашу боль, это долгое ожидание, все-таки достаточно долго ждали. Но действительно, в этой ситуации я хочу отметить, что та концепция о том, что торгуем без стопов, главное, чтобы нас не выбило пересидеть и потом двинуться с сохраненной позицией, вот это было, на мой взгляд, последние три недели классически, как из учебника. Да? Поэтому мы это показываем. Учебники на живом рынке, да? То есть теория – это одно. Главное – показать, как это работает на практике. Потому что много, к сожалению, разговоров о том, что опционы не работают на практике, все-таки в теории. Ну, вот я стараюсь, как могу разбивать эти иллюзии, скажем так. Все работает. Главное – как применять в таких случаях и не делать фатальных ошибок. То есть, видите, я все очень осторожно пытаюсь, да? Даже вот дельту заранее, там, за 10 тысяч пунктов уже, говорю, надо посмотреть по нейтрали. Потому что риски, конечно, есть везде. Но ими можно грамотно управлять. Нет, без сомнений. Если бы рисков не было, мы все были миллиардерами. Конечно. Поэтому спасибо вам, Илья, что вы разбиваете все иллюзии, все мифы. Я тоже разобью еще очередной миф. Перед нами Нитисак, перед нами Илья Коровин. Я подтверждаю. Есть такое дело, да. Сравниваем. Что поделать. Поэтому спасибо, Илья, большое. Я надеюсь, что эта неделя у нас будет, которая идет, она будет действительно нацелена на рост. Все по нему очень соскучились. Это был Илья Коровин, Калининград. Спасибо, до свидания. Спасибо вам. До свидания. Коллеги, мы переходим к нашему следующему гостю. Это и Андрей Зубков, опционный трейдер из Москвы. Андрей, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Меня слышите? Да, хорошо. Как вам видится это утро? Ну, я бы хотел обратить внимание на поведение нефти Brent. Не знаю, прав я или нет. Я посмотрел с момента падения, это начало падения котировок этой нефти, где-то с июня этого года. И обратил внимание, что за этот период был всего один небольшой период, когда после падения нефть росла там три дня. Остальное все время не больше двух. Вот вчера нефть опять упала, а до этого она росла два дня. То есть, в общем-то, на мой взгляд, тенденция продолжается. И если не будет резкого решения ОПЕК, то нефть, в общем-то, будет снижаться. И, соответственно, наш рынок, наверное, тоже. Хотя, сейчас хочу обратить внимание, что рубль-доллар как-то не так обращает внимание на нефть, что подтверждает, по крайней мере, мое мнение, что решение наших властей, оно сильнее, в общем-то, чем логичные котировки нефти. То есть, вы утверждаете, что Кремль сильнее мирового нефтяного лобби, да? Да, в нашей стране. В других не знаю, а в нашей точно. То есть, в моем представлении, наш центральный банк может с курсом делать все, что угодно. Понятно. То есть, вы уже две мысли продвинули сегодня. Первая ленинская, что нефть идет шаг вперед, два шага назад. Ну, спасибо за сравнение. Что касается моих позиций, то они не так оптимистичны, как у Ильи. У меня, в общем-то, открыты их две. Это ratio put spread. Это когда были проданы 97-е путы, куплены сотые. Эта позиция приносит прибыль. Но есть другая позиция, где я продавал путы и фиджировал фьючерсом. Эта позиция у меня получилась не очень удачная. И пока она стоит на грани убытка. Но пока еще не зашла. Но реально убыток есть. Где-то сейчас просадочка по депозиту, это 5%. Ну, надеюсь, на лучшее. Понял вас. Да, всем успеха. Андрей, на ваш взгляд, мы наконец-то заработаем на росте, как Илья Короин предполагает? Ну, не знаю, не знаю. Вообще, Илья молодец, он редко ошибается. Так что давайте посмотрим. Да, будем сажать. А в отличие от Ильи и от Владимира Попова, у меня нет экстрасенских способностей. Хорошо. Спасибо большое. Это был Андрей. Все доброго. Спасибо, до свидания. Андрей Зубков из Москвы. Мы передаем слово Дмитрию Семенову, трейдеру компании Калита Финанс. Дмитрий расскажет нам о техническом анализе. Мы всегда с интересом ждем. У него уже свои слушатели, которые ждут всегда именно его. И вот я замечаю уже который раз, как только приходит Дмитрий, у нас пиковое значение посещений. Дмитрий, обратите внимание. Доброе утро. А у вас звука нет, поэтому вас никто не услышит. А, дайте звук. Сейчас, сейчас, сейчас. Это мы выключили вам звук. Вот сейчас включили. Доброе утро. Приветствую, Владимир. Приветствую, Игорь. Приветствую. Всех слышно, да, сейчас? Да, хорошо. Замечательно. Тогда давайте прям графики посмотрим сразу. Так, вот перед нами график евро-доллара. Я показывал общую большую картинку. И вчера для тех, кто не присутствовал вечером, ну и утром в программе торговый план, я предлагал что делать? Продавать вот отсюда. Ну, не предлагал, высказывал идею, что отсюда можно попробовать продать. Вот, извините, на тех возврате к пробитому уровню поддержки восходящего канала. И мы сейчас все наблюдаем. Смотрите, отражение произошло очень технично. То есть, как раз вот фунт в фунт примерно, где лимитничек торчал у меня. И скажу прямо, что мне сейчас картинка текущая не нравится. Что могу предложить сделать? Те, кто продавал отсюда, я рекомендую, наверное, все-таки поставить стоп-лосс без убыток. Потому что интуиция мне подсказывает, что скорее всего будет рост вверх. Если будет поделено вниз, все нормально, все идет по плану. Если будет рост вверх, без убыток здесь спасет от убытков. И следующий вариант, что делать? Продавать вот отсюда примерно. Почему отсюда? Потому что здесь у нас, во-первых, вот этот минимум есть. Область, видите, поддержка сопротивления. И вот это нисходящее сопротивление. То есть, вот эта область, это область для продаж. Довольно неплохая, на мой взгляд. Ну, понятно, что если цена вылезет выше вот этой фиолетовой линии, придется закрываться убытком. По доллару канадскому доллару идея прежняя. Если будет снижение вот сюда, к поддержке пробуют покупать. Потому что канал у нас сейчас будет в восходящем канале. Австрийский доллар к американскому. Довольно любопытная картинка. Смотрите. Что у нас здесь мы наблюдаем? Раз минимум, два минимум, три минимум. То есть, у нас сейчас цена ниже вот этого уровня. И сейчас она тестирует 5 раз эту наклонную поддержку. Если мы переключим на более мелкий масштаб, на 4-очку, допустим. Здесь становится понятно, что можно сделать. Как только цена у нас, закрытие падает ниже. Ниже наклонного уровня, ниже предыдущего минимума. То здесь возникает сигнал на продажу. То есть, если продавать, то стопить позицию. Проценность закрытия выше вот этого уровня. То есть, идея понятная. По словам, здесь... Максимумы идут с дмитрием, минимумы с дмитрием. И сейчас мы наблюдаем обыском солидарции. Какие есть варианты? Ну, понятно, что если будет пробой поддержки, значит, сигнал на продажу возникает он по тренду. Все хорошо. Но, если будет пробой верхней границы диапазона, то не исключен рост вот сюда. Вот это наклонное большое сопротивление наклонному, от которого можно пробовать продажу. Поэтому возникает фактически две идеи. То есть, очень рискованная покупка после пробоя диапазона вверх. Я не рекомендую это делать, потому что крайне рискованная позиция против тренда. Ну, а продажи от уровня 58, 90, 59, на мой взгляд, пока что смотрится довольно интересно. При торговле, естественно, не забывайте про правила управления капиталом, а именно всем депозитом не торгуйте, стоп-лоссы ставки. И не забывайте, что все, что я говорю, это лишь мое понимание рынка. Не значит, что все будет так, как я предполагаю. То есть, это не является руководством действия. Игорь, на сегодня, именно на утро у меня все. Хорошо, Дмитрий, спасибо большое. Ну, мы сегодня, надеюсь, еще увидимся. В 11 часов мы будем говорить. Да, да, я помню. По торговой платформе iTrader 8 компании Caleta Finance. И давайте на этом перейдем к следующему нашему гостю. Дмитрий, спасибо, до свидания. Юрий Чепотарев у нас сейчас в гостях. Юрий трейдер из Москвы, активно работающий на российском и американском рынках. Юрий, доброе утро. Как видится сегодняшний рынок вам? Доброе утро. Ну, если российский рынок вы имеете в виду, то я пока с такими печальными представлениями о нем. Он рос довольно длительное время, но так рос очень вяло. Я вообще думаю, что он будет действовать согласно монете, которую вы бросали, Мозилла, или как она называется. Базука. Базука Форекс, да. Базука Форекс. Байсел мы ее называем. Индикатор монеты Байсел. Да, а западные рынки, они, конечно, в таком хорошем состоянии находятся. Вот. Пока я ничего не делаю, вот. И мы с вами тоже пока на счету экзамта ничего не будем делать. Подождем. Ну, мы-то в 12 часов поговорим по экзамту обязательно. Да, да, да. Делать сухую. Да, позиции. Тем более в час дня в 13.05 будет выступать Владимир Масляков, исполнительный директор компании «Эксанта». Расскажет о компании, о планах, о том, как они видят себя на рынке. Поэтому всех зрителей приглашаю в час дня. В час дня, в час дня, да? Да, да. Хорошо. Я тогда в час дня подъеду. Да, хорошо. Можно вопросы позадавать Владимиру. То есть у нас вот специально, так сказать, такой эфир будет. Вот. И я надеюсь, мы, кстати говоря, вот, по экзамту, узнаем планы на будущее. Потому что очень важно, как видит компания свое будущее. Да, да. Конкуренция растет, это понятно. Спасибо большое, Юрий. Спасибо. Мы прощаемся до часу. И, коллеги, ну что, давайте подведем итоги. Владимир, вот как ваше видение рынка за 2 минуты до его открытия? Я думаю, что сегодня скорее будет такое боковое движение. Я не ожидаю роста. А вот боковид очень вероятен. Я, в принципе, согласен, что сегодня так трудно ожидать стремительного пролева. Ну, на открытии, мне кажется, положительные зоны и по индексам, и по рублю вполне вероятно. Но в течение дня я тоже сомневаюсь, что мы удержим положительные позиции. Поэтому сегодня надо быть реально полчаса трейдером, не рисковать и быть все время в рынке. Так, чтобы открыть позицию, идти в магазин за хлебом, ну, не советую. Не советую, потому что такой день будет, скорее всего, волатильный, судя по тому, какие настроения звучат сегодня с утра. Ну что ж, коллеги, успешных всем торгов. На этом программу торгового плана завершаем. Увидимся через несколько минут. Будем обсуждать открытие рынка все вместе в прямом эфире. Продолжение следует...